Вкратце рассмотрим специальные выборочные обследования, как информацию для населения, которые также дают демографическую полезную информацию. Специальные выборочные обследования в демографии известны также под названием социально-демографических или социологодемографических обследований и под ними подразумевается процесс выработки научных знаний о демографическом поведении населения и связанная с этим научно-регламентированная процедура сбора, обработки и интерпретации эмпирических данных. Они выясняют влияние социально-экономических факторов на демографические переменные путем изучения ценностных ориентаций, установок, мотива поведения личности и т.д. В них используются социологические и социально-психологические методы исследования. Дело в том, что демографическая наука в ходе своего развития все более упорно пыталась раскрыть механизм обусловившую демографический процесс как таковой. Для достижения этой цели анализ фактического статистического материала оказался недостаточен. Чем глубже не кала демография изучения соответствующих процессов, тем четче являлась роль и необходимость проведения социально-демографических обследований. В арсенале демографической науки все более значительное место занимает использование социологии, особенно освоение той ее части, которая основывается на методологии статистики выборочных обследований. Что такое выборка? В выборке существуют разные виды выборки. В основном их можно разделить на две группы, основанные на принципах случайного отбора и на принципах не случайного отбора. Нередко и даже в пределах одного конкретного обследования применяются комбинации обоих вышеуказанных принципов одновременно. Для чего нужна выборка? Выше мы приводили пример переписи, которая распространялась на всех жителей страны. Вместе с тем следует отметить, что проведение переписи населения стоит дорого и затруднительно с процедурной точки зрения. Исходя из этого, при переписях используется ограниченное количество вопросов. Их хорошей периодичностью считается и в проведении хотя бы раз в пять лет. При исследовании какого-либо вопроса, того или иного демографа может не удовлетворить информацию, полученную в результате переписи. В таких случаях он прибегает к выборочному обследованию. В отличие от переписи, распространяющихся на всех жителей, выборочное обследование подразумевает получение информации лишь от определенной части населения. Есть и другое существенное различие. Исходя из поставленной задачи обследования, может быть ориентирована некоторая группа населения. Например, при изучении вопросов, связанных с репродуктивным поведением, объектом переписи и интереса демографа могут оказаться лишь женщины фертильного возраста. Ну, условно, это возраст 15-49 лет. Численность таких женщин в какой-либо одной стране может находиться в пределах 1 миллиона, а в другой превышать 100 миллионов. Ограниченная программа соответствующего обследования территориально-временными рамками, подобная совокупность людей при социально-демографических исследованиях называется генеральной и определяется, исходя из сущности изучаемой задачи. Группам исследователей, не говоря уже о подземных темах, было бы трудно вести наблюдение за всеми единицами генеральной совокупности. Вместе с тем, такой необходимости нет, так как известно, что статистические выкладки дают возможность извлекать из данных, полученных по генеральной совокупности на основе определенной выборки, информацию с высокой степенью доставленности. Исходя из вышесказанного выборочного, выборочная совокупность можно определить как часть генеральной совокупности, которая является объектом наблюдения. Данные и связанные с ними вопросы довольно полно рассматриваются в специальной литературе, поэтому далее мы кратко коснемся лишь нескольких из них. Виды вероятностной выборки. Демографии при выборочных обследованиях и в основном применяются в виде вероятностных, бесповторных, систематических и серийных выборок. Рассмотрим бесповторную случайную выборку. При рассмотрении классического примера данного вида, выборки считается, что у нас должна быть информация о всех единицах генеральной совокупности. На карточки наносятся номера всех таких единиц. Например, если в нашем случае генеральная совокупность состоит из 1000 единиц, а выборочная совокупность мы ограничим 100 единицами, то есть в стопке карточек после их перетасовки произвольным образом вынимаются 100 карточек. Выбранные таким образом карточки и будут составлять нашу случайную выборку. Другая выборка, такая как систематическая вероятностная выборка. В ее основе лежат определенные списки. Выбор единиц происходит либо по неизменному интервалу, либо по алфавиту или пронумерованному списку. Первая единица из генеральной совокупности определяется случайным образом. Если генеральная совокупность состоит из 1000 единиц, а объем выборки равен стам, то интервал будет равен 10. Так, например, если первая единица 5, то последующие будут 15, 25, 35 и так далее. Есть еще одна такая выборка, как мы еще заметили, серийная выборка. В ней единицы отбора представляют собой так называемые статистические серии. В качестве таких единиц могут служить учреждения, школьные классы или студенческие группы, семьи и другое. Например, если исследуется демографическое поведение или ориентация студенческой молодежи, генеральная совокупность составляет, к слову, 1000 и 1000 студентов, объем выборки определяется в 100 студентов. И, кроме того, если в группе в среднем находится 20 студентов, то количество серий будет 50, исходя из того, что 1000 нужно разделить на 20. Отсюда следует, что случайные выборки подлежат 5 серий или групп. При выборке этих 5 групп можно применять бесповторную выборку. Рассмотрим сейчас численность и структуру населения. Численность населения. Различают теоретическую численность населения, которая применяется в демографическом анализе и демографических моделях, и фактическую численность населения, то есть население какой-либо территории, страны, района и другой. Из-за рождения сметей численность населения постоянно изменяется. В демографии численность населения рассматривается, как и до взаимодействия демографических процессов с возрастно-половой структурой населения, ну, так называемое, то есть закрытое население. Иммиграции в данном случае будет население считаться открытым. Численность населения используется при вычислении демографических коэффициентов и ряда других показателей. Данные о численности населения получают в ходе переписи населения и в период между переписями, на основании данных текущего учета, которого мы рассмотрели выше. При демографических вычислениях обычно используется средняя численность населения, определяемая как среднее значение от численности населения в начале каких-либо календарных периодов. Так, например, средняя численность населения в 2005 году исчисляется как разделенная на два суммы средних значений населения зафиксированных 1 января 2005 года и 1 января 2006 года. Так, если по данным населения какой-либо страны на 1 января 2005 года составляло 4 млн 321 500, а на январе 2006 года 4 млн 401 300, то среднее население 2005 года будет... То есть, суммируем эти оба же числа 1 января 2005 и 1 января 2006 года кода населения численности и разделяем на два и получим население среднее 2005 года 4 млн 361 400. Для выражения изменения численности населения в основном используется коэффициент прироста населения, который представляет собой отношение общего прироста населения за определенный период средней численности населения в тот же период. Коэффициент прироста населения может быть выражен как в абсолютных числах, так и в процентах. И в промилле тоже. Если искомый результат умножить соответственно на 100 или на 1000, коэффициент прироста населения может быть выражен положительным, отрицательным или равным нулю, если численность населения соответственно увеличивается, уменьшается или остается неизменным. Коэффициент прироста населения, в данном случае у нас обозначен дельта π, вычисляется в числителе π1 минус π нулевой и знаменателе π, где π нулевой численность населения в начале периода, π1 численность населения в конце периода, а π средняя численность населения. Для данной территории общий прирост населения равен сумме естественных и миграционных приростов населения. Ниже приводится конкретный пример исчисления коэффициента прироста населения и мы можем использовать его для более детальной разработки этого коэффициента. Что касается состава структуры населения, в демографии выделяют следующие виды состава или структуры населения. Брачный состав или структура населения, возрастная структура населения, географическая структура или состав населения, половой состав или структура населения, профессиональный состав или структура населения, расовый состав или структура населения, региональный состав структура населения, Региональный состав структуры населения, семейный состав структуры населения, социальный состав структуры населения, этнический состав структуры населения, языковый состав структуры населения. Особое значение в демографии придаются возрастной структуре населения. Возрастная структура населения представляет собой распределение населения по возрастным группам и возрастным контингентам с целью изучения демографических и социально-экономических процессов. Характеризовое соотношение возрастных групп, возрастная структура населения позволяет дать им оценку по взаимодействию с демографическими, социальными и экономическими характеристиками населения. Для оценки общих структурных видов применяются укрепленные распределения на три возрастные группы, как и эти группы 0-14, 15-59 лет, 60 лет и старше, или 0-14, 15-64 и 65 лет и старше. С демографической точки зрения возрастная структура населения представляет собой результат эволюции режима воспроизводства населения и миграции в прошлом и в то же время является самостоятельным компонентом будущего демографического развития. Шведский демограф Сундберг выделил три основных типа возрастной структуры населения. Первый – прогрессивный, с большей долей детей и общей численностью населения, которая соответствует высоким показателям естественного прироста. Второй – стационарность, почти уравновешенной доли детских и старческих возрастных групп в населениях. К такой структуре естественный прирост очень невелик или находится практически на неизменном стационарном уровне. И третий – регрессивный, с сравнительно большей долей пожилых и старых людей, которому соответствует суженное воспроизводство населения. Подобное выделение типа возрастного состава широко распространено в демографии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!